Конечно, заниматься сельским хозяйством непросто. И никто из героев нашего проекта никогда и не говорил, что прошел легкий путь. А может быть, порой просто нужен тот, кто поведет за собой остальных. И сегодня мы расскажем о таком человеке, которому уже много лет удается сохранять деревенское счастье тех, кто идет рядом с ним. В конце 40-х годов, в непростой послевоенный период, в Крыму начали разрабатывать программу «Кумыса-лечение». Для многих это было в новинку. Конечно, кони были в Крыму всегда. Но построить целый конезавод, который будет снабжать кумысом крымские здравницы, это было очень непростое и масштабное предприятие. Но дело было сделано. Десятки лет стабильности. Потом тяжелые годы после развала Советского Союза. И вот, наконец, нынешнее время и новая реальность. Какова эта реальность и какой путь пришлось пройти за последние полвека, наверное, может знать только тот, кто все эти годы жил и работал здесь. Сколько поколений уже прошло, начиная с непосредственно тех, кто занимается производством, соответственно, тех, которые уже конечным продуктом производят тот же кумыс от матери к дочери. В селе, понимаете, нету однодневок. Нет тех, которые вот пришел, урвал, убежал, унес там и так далее. Здесь вот уклад такой жизни. Вот в этом и деревенской счастье заключается. Вот в том оно и заключается, что это образ жизни. Это образ жизни. И каждый маленький успех – это радость. В далекие годы люди работали и не по 8, и не по 10, а в летний период и больше период времени. Но, тем не менее, с песнями на работу и с песнями с работы. Вот это было внутреннее состояние человека, уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне. Другой выбор и не стоял, хотя какие-то варианты, предложения были. Родился, вырос в крестьянской семье. Вот и дедушка, и бабушка, и отец, и мать работали по сельским профессиям. И, конечно, окончил восьмилетку, поступил в техникум сельскохозяйственный. То есть не был никаких другов. Отслужил потом. Демобилизовался, женился в городе Харькове. Родилась дочь. Надо было решать проблемы жилищные, прежде всего. Ну, устроился на работу, работал водителем. Ну, а потом приехали родственники, они были здесь, приехали. Я сказал, приедь, посмотри здесь. Есть и работа, есть и жилье. Приехал сюда, в Жиреногорское. Была-то осень. Очень красивое время года здесь, особенно в предгорной части. Ну, работа, предложили работу, предложили жилье. Кто приехал, вернулся в Харьков, говорю супруге, что давайте мы поедем. Не получится, не понравится. Ну, всегда успеем вернуться назад. Василий Леонтьевич был и механиком, и инженером по эксплуатации, и вовсе не стал директором в одночасье. Но, видимо, в каждом шаге была уверенность в том, что нужно просто честно трудиться и быть частью команды. На условиях преемственности директор уходил на пенсию, ну, и был избран коллективом. Это были горбачевские времена, поэтому директоров тогда не назначали, а избирали уже. Избирали, был избран. Ну, и вот так вот с далекого 88-го года я уже, так сказать, директор. А вообще работу свою начал в далеком 1972-м году. Ну, вот вся моя биография здесь вот вложена вот в этом месте. Молодые ребята, и я в том числе, никакого страха не было. И жили-то мы в тот период, когда за завтрашний день никто не думал. Все были уверены, и я в том числе, о той гарантии, что завтрашний день не принесет никаких проблем. То есть все было обустроено, обустроено, ты чувствовал себя полноценным гражданином, никаких не было сомнений в том, что ты не сможешь где-то обустроиться на работу, или тебе какие-то там будут проблемы. То есть надо было просто выполнять свою работу, делать ее добросовестно, делать ее качественно. Лошади здесь не случайно, так сказать, или по какому-то воле чьей-то одного человека, или чьей-то судьбы. Это была целенаправленная программа. Это было именное постановление пленума ЦК КПСС в того периода, это конца 50-х, конца 40-х годов. Значит, была принята программа целевая о том, что на базе крымских санаторий и здравий создать сеть кумислолечения. Из-за того, что само общество и страна, и люди, прежде всего, пережили очень тяжелые годы военных и послевоенного периода. Были очень распространены такие заболевания, которые являлись массовыми. Это заболевания туберкулезом, это нарушение обмена веществ из-за пережитых пережитых. И их можно было только... Ну, их нельзя в одночасье, так сказать, было вылечить. Ну, и в то время медикаментозное лечение, оно практически было же еще настолько распространено, и не было той таблетки, которую можно было вылечить человека в одночасье. В рамках этой программы в Крыму было перепрофилировано и создано более 30 санаториев, в том числе и детских. При этом все они работали круглый год. Кумиса требовалась в неограниченном количестве. Поэтому мы доили и днем, и ночью, и доили в горах. И у нас была и механическая дойка, и ручная дойка. И мы все равно никак не могли выйти на тот запрос, который нам постоянно требовали. Было интересно работать в этой системе. В чем? В том, что мы чувствовали, что мы востребованы. Что наш продукт на вес золота. Даже в то время даже ходили более стройно. У нас грудь была развернута, мы голову держали выше. Из-за того, что мы чувствовали, что мы очень нужны, и мы очень делали благородное дело. Под эту программу из Башкирии были завезены лошади. Подобрано место здесь, в Крымских горах. Есть такое маленькое село Пчелиное, где были первые литры сделаны кумиса. Башкирская семья приехала сюда. И на базе этого села были построены переселенческие домики. Было построено маленький цех, маленький яси. Туда поселились люди, и там зародилось коневодство и производство кумиса. В 70-х годах был построен, введен в эксплуатацию типовой кумисный цех. Мы производили огромные цифры. Сегодня их можно назвать, что это более 120 тонн производили натурального продукта. Потому что у нас был централизованный заказчик. Наступили те тяжелые черные времена, которые все мы пережили. Это развал Советского Союза, великой страны. И, естественно, не могла и устоять эта отрасль. Мы еще где-то полтора года по инерции все это двигалось. Двигалось санаторий, здравницы начали расходиться по государствам. Мы потеряли заказчика как такового. И остались просто один на один с рынком. Такое количество продукта на рынок не воспринимает. Как бы кто, хоть каждому под двор вози. Вопрос о ликвидации. Ну, как-то так удалось потихоньку на более меньших объемах, на других принципах. На других принципах создать надо было свою сеть реализации. Есть так называемые субсидии и поддержки по государственной программе. Но для того, чтобы не просто жить, не просто вести хозяйственную деятельность, а для того, чтобы подняться на новый уровень, это крайне недостаточно. У нас сегодня практически отсутствует система кредитования, ввиду того, что большие крупные банки, конечно, сюда не заходят. Наша перспектива впереди, когда санкции будут отменены, когда будет восстановлена инфраструктура и связи с материком. По своей натуре я не разрушитель. По своей натуре я созидатель, как и любой крестьянин. Вопрос даже не стоял так, что сохранить, оно как само собой разумеется. И поэтому с этой мыслью ложились, с этой мыслью просыпались. В отрасли животноводческой людей чужих нет. Тот, кто не понимает и не любит животное, он не будет за ним ухаживать. Это все на первом месте. На втором месте уже условия труда, на втором месте оплата труда. Это все уже на каких-то последующих, на самом первом месте, что здесь чужой, посторонний человек, даже нейтральный, он не может здесь быть. Поэтому, имея команду, имея вот этих людей, которые из поколения в поколение передавалось, вот это генетически передавалось влюбленность, вот в данном случае мы говорим о лошадях, это было относительно несложно. То есть во многом благодаря единомышленникам и поддержке? И только, и только. С лошадьми я начал работать лет 15 назад уже, так если в общее посчитать. А раньше работал на КамАЗе, объездил весь бывший Советский Союз, долю поперек. Ну, надоело, это уже работа, все, как говорится. Тут, ну, пришлось уже бросать, и свои машины, все, все. Продал КамАЗ, купил трех лошадей. Английский верховый, жеребец, две кобылы. Вот. Жена, конечно, ругалась. Почему? Для чего? КамАЗа продать и лошадь купить? Хороший вопрос. Почему так решили? Да, ну, я кардинально, буквально, с КамАЗа на лошаде, и тут пришлось, что Василий Медведевич предложил работу. Я пошел, конечно, сначала помощником бригадира, а потом уже я тут 12 лет уже работаю сам, как бы, в новопроизводство. Ну, ни в чем не жалею о том, что я сюда пошел. Конечно, на КамАЗ я даже не представляю, какую сумму мне могли бы сейчас предложить, чтобы я пошел туда работать, уже не хочу. Слава Богу, я людей собрал, бригаду, и как бы, и все, еще Василий Медведевич удивляется, как ты с ними разговариваешь, что там где-то в другом месте там есть проблемы, а я тут уже 12 лет и нету текучих кадров, наоборот, просится люди все идти. Ну, это свой подход, своеобразный этот. Животным что надо, только ходить за ним. Проблема только одна, что болеешь, не болеешь, надо ехать на работу по-любому. Молоко у нас поступает в собственные фермы. Дуем молоко, то есть у нас свои коровы, свои доярки, молоко подоили, привезли. Из этого молока мы еще делаем, кроме масла, мы делаем молоко пастеризованное, разливаем сыр адыгейский, брынзу, сливки, творог, сметану. Ну, практически, в общем-то, все, что можно делать из молока. Практически, да, все продукты натуральные, молочные, да. Ну, я этим занимаюсь уже всю жизнь, согнать, 30 лет. Кобылевым молоком мы производим кумыс, натуральный кобыли кумыс. Освежает и оздоравливает, и тонус повышает организм. Это очень полезный и вкусный напиток. Конечно, к нему надо привыкнуть, не сразу, может, первый раз, может, кто попробует, сразу не поймет его вкус, но люди, кто его пьет постоянно, они уже без него и не могут даже. Я вам хочу сказать, вот многие не понимают, вот здесь, вот вы приедете, когда мы доем, доят, женщины доят лошадей ночью. Казалось бы, ну, почему не днем? А только из-за того, что вот специфика содержания, и что лошадь и кумыс, и молоко получается качественное только тогда, когда лошадь пасется на пастбище, а не поедает, к примеру, там, сухую траву, там, и так далее. А вот, а мы ночью доим, а не доят ночью только для того, чтобы днем она могла бы пасаться вместе с лошадкой. Жертвуя своим личным временем дискомфорт, все-таки ночь есть ночь, ночью надо отдыхать, а не работать, но они через каждые три часа поднимаются и доят. Через каждые три часа поднимаются и доят. Ну, и многие удивляются, как так? Как это так? Ну, понимаете, посторонний человек, ну, он не придет сюда ночью. Человек влюбленный в эту лошадку, любящий свою работу, понимающий, что если не он это сделает, то больше некому, больше некому. Вот на этом все держится вот этот наш, как-то говорят, энтузиазм. Кроме производства кумыса и разных молочных продуктов, занимаются здесь и другими направлениями – от выращивания феромасличных культур до разведения мясных пород коров. Животные – это южно-украинская мясная порода, выведенная в Аскании Новой на базе африканских зеба. Они отличаются выносливостью своей, адаптируются к любым климатическим зонам. Она не подвержена никаким заболеваниям, и карантинным в том числе. Она очень устойчива против комаров, оводов и так далее за счет своей толстой шкуры. Она легко переносит как высокую температуру, у нас же резкоконтинентальный климат, так и более низкую температуру. Очень хорошо воспроизводится. Сложность заключается в том, что у этих животных сохранился ген дикости на очень высоком уровне, и уход за ними сопряжен с определенными рисками. Где-то с апреля месяца по октябрь они у нас в горах выпасаются. А так мы их спускаем сюда, чтобы было поближе. Подвозить корм зимой, когда трудно, снег, когда выпадает, все. И здесь крыша есть, где они могут спрятаться от непогоды. Поэтому они себя намного лучше чувствуют там, чем здесь. Там свобода. Правда, животные очень стадные. Друг за другом они зовут друг друга, когда теряются. Очень мамки агрессивные защищают своего малыша. Даже от волков проблемы нет. Они не дадут в обиду. Они сразу становятся в круг. И все, и малышей в кругу держат. Как дикие животные. Самые страшные даже не волки. А волки на двух ногах, которые ходят. Браконьеры. Представьте себе, как можно этого человека обозвать. Какими словами. Я даже не знаю. Который застрелит лошадь. Для нас это самое страшное. То, что есть. А остальное... Волк такое делал. Лошадь не так просто взять. Если только лошадь заболела где-то, слабая какая-то. То кот может взять. А так лошадь, дай Боже, он, как говорится, ударит может так, что волк... Ну, стаи даже волковые. Не так просто взять. Они же все в кучке держатся. Был случай такой. Я ездил наверх на лошадях. Объезжали со своими конюхами. Но мы встретили там из Сухой озера место называется. Их с этими лошадями... Ну, смотри, волки бьют. Три штуки. Один здоровый такой кобель, видимо. Так я как понимаю. Как говорится. И два маленьких. И они так увидели нас и прямо бегут наверх до лошадей. Где табун лошадей, большой табун лошадей. Ну, думаю, ну все. Неужели, ну как, на лошадей при нас? Мы же как бы это... Нет, лошади так, табун разошелся пополам. И между ними пробежали. Хоть бы, что они даже вообще ноль внимания. Но они уже знают их, значит, это что... Ну, как-то они договорились. Про башкирскую породу лошадей говорят, что она одна из самых неприхотливых и выносливых. Но все ее лучшие качества сохраняются только, если из года в год поддерживать чистоту породы. Какое она имеет преимущество перед любыми другими породами? Ну, во-первых, она неприхотливая к условиям содержания. Она очень хорошо адаптируется в природной среде. Они там в горах с подснежного покрова копытом, так называется, тебенюют, добывают себе сухую траву, ветки и так далее на пропитание. Они очень хорошо выжеребка проходят в природных условиях. Мы каждые два-три года ездили в Башкирию, подбирали жеребцов соответствующих линий породных, нанимали вагон, привозили их сюда и поддерживали свой генетический фонд. Потом это стало невозможно. Возникла проблема, как быть дальше. В украинский период были закуплены, он назывался сначала русский тяжеловоз, потом его переименовали в новоалександрийский тяжеловоз. Он стал у нас улучшателем здесь, как межпородным уже улучшателем. Ну а вот в нашу сегодняшнюю действительность, когда наши шефы Башкирия приехали, они побывали здесь, они посмотрели, послушали наши проблемы и тут же направили нам пять жеребцов башкирской чисто кровной породы, направили сюда, и мы сегодня уже имеем потомство. Вот видите, если так посмотреть по спине, есть смушка. Вот лошадь гнидая, а там более темная смушка. Вот это специфика башкирской породы. А вот посмотрите, есть такие вот залысенька вот здесь, на мордашке. Это уже вот та примесь новоалександрийского тяжеловоза. Посмотрите, как она чудесно прилегла. Вот говорят, что то, что они лежат, это может быть не очень хорошо, но мне кажется, ей очень хорошо. Ну, почему бы нет? Солома, сухо, тепло. Но эта лошадь, кстати, она особенно заслуживает. Ей 23 года уже, этой кобыли. Ну, она так, когда-никогда. Она еще бричку тягает, хозяина возит домой, с дому. Ну, больше на ней ничего мы уже не делаем. Ну, она доживает, как говорится, с ноя. Хотя она еще буквально на той неделе меня возила. Все нормально, верхом ездил, спокойно. А у нее имя какое-то есть? Да, это зорька у нас. Поваляются они только почухать спину, ну, как говорится, погонять там все такое, покачаться. А в основном они все время на ногах. И лошадь в природной среде очень себя чувствует комфортно. Они чувствуют, откуда ветер дует. Они предчувствуют, какая будет температура. Они предчувствуют непогоду. В зависимости от этого они находят себе там котлованчик, защищенный ветром и так далее. То есть они выходят на пастбище тогда, когда созданы определенные условия, есть природные условия. То ли рано утром, то ли поздно ночью, то ли... То есть выходят тогда, когда им это удобно. Если мы вот здесь с вами находимся где-то 350 метров над уровнем моря, то это поголовье находится там в тех условиях от 800 до 1000 метров где-то над уровнем моря. То есть там основные места их обитания, там пастбище. У нас есть опорная база вверху, в горах. Ну, загороженная большая территория. Мы тогда их отдельными гаремами, которые они сегодня есть, там порядка 12 где-то гаремов, мы их собираем, а потом вместе с помощью верховые, ребята обученные, люди опытные, мы их сопровождаем сюда вниз. Каждый жеребец формирует себе свою семью. Мы ее называем гарем. Он состоит из жеребца, который формирует его. Из взрослых кобыломаток этот гарем может быть разных размеров. Ну, это если взять какой-то такой средний где-то, то это 15-16 кобыломаток взрослых. И плюс весь шлейф до трех лет. Он зубами, ногами отстаивает его неприкосновенность. И не против от другого себе еще кобылку прихватить. У них жеребец. Вон, смотрите, он красивый какой выглядывает. В яблоках? Не, вон, вон, блондин я его называю. У него грива, хвост светлый. А сам такой, особенно летом, когда, он прямо в яблочко, когда вылениет, прямо в яблочко такой. Вот мы его выпускаем в табу. 35-40 голов. Разбредаются. Он только голову нагинает и так головой так ведет, как это, уши так положил. Они слушаются, это просто беспрекословно. Как так научиться, говорю, говорить, чтобы я там дома с женой мог вот так само, точно. Не признается заработок. У наших вот лошадей ген дикости все-таки большой. И я вам хочу сказать, вот есть такая характерная особенность лошадей, что свобода даже может быть ценой жизни. Вот есть такой инстинкт, который никто не разгадал, из-за чего он проходит. Вот мы когда собираем большой сбор, собираем их там в табуны, и вот он, ну, будем говорить так, вступает какая-то, что у него закрывается челюсть. То есть какой-то нервный тик наступает, но это, многие говорят, что это, ну, в знак того протеста, что нарушили его свободу. Он потом ни воду не может попить, ни есть. То есть он обречен на погибель, пока, если только ведь врач не сможет ему помочь. С этими свободолюбивыми животными не просто справляться, но и в ответ они дают многое. И свою привязанность, и свою любовь. Утро, подъем и на работу. Семь часов я уже на работе, каждый день. Вот это три дня поясница прихватила, так я хочу, не хочу, заползаю в машину и еду утром. Обязательно надо, иначе, ну, животное, понимаете. Вот не хочется эту работу как-то, ну, вот бросить ее. Я как-то был у меня один раз там, ну, вот я уходил, ну, обратно, никуда же, как говорится, куча возможностей всякие. Ну, обратно вернулся сюда, и вот уже сколько лет, ну, как-то они притягивают. У них есть вот это, даже объяснить вот это даже невозможно как-то, не знаю. Вот садишься на лошади, едешь, вот там спина болит, то болит, ну, целый день на лошади вот проеду, бывает, по горам езжу, все, меня как бы это по работе никто не заставляет. Ну, могу на машине поехать, ну, вот сажусь на лошадь, еду с удовольствием. Разве это не счастье, иметь троих дочерей, как говорится, иметь прекрасную работу. Объездил весь бывший Советский Союз до этой работы, вот. Ну, здоровье бы еще получше, ну, хандрить чуть-чуть, ну, все равно держимся, все остальное, это уже такое наживное. А вот это и есть счастье. Лошадиное счастье, наверное, самое главное, воля им, свобода. Да, вот они то, что на воле, они, наверное, счастливые, чем, допустим, где-то мы их. Но есть хорошее питание, есть уход, вольно ходят, едят вдоволь, ну, что еще надо? Есть люди, которые их любят? Если человек не любит лошадь, он здесь работать не будет просто. Ну, представляете, вот грязь, ну, все-таки навоз там, ну, где-то что-то, это ж и труд какой, и опасная возможность в любой момент так легануть, что мало не покажется. А в производстве смотришь, вот, как говорят, цыплят по осени считают, вот мы собрались, посчитали, посмотрели, есть приплод, есть лошади, есть люди, есть рабочие места. Само собой ничего не происходит. Все происходит благодаря рукам человеческим. И не просто рукам, а тем рукам, любящим рукам, которые любят, и от этого получают, вот, наверное, вот то счастье. Может, оно, знаете, не вписывается в какой-то вот тот художественный вымысел, но вот это маленькое счастье, которое человек получает от своей деятельности, от своей работы. Вот, оглядываешься назад и смотришь на сегодняшний день и на будущее, и видишь, как выросли дети, как выросли внуки, как уже, как появился правнук, его там первые слова. Малейшая возможность встретиться непосредственно один на один с лошадью или с каким-то табуном, это, ну, знаете, какое-то такое чувство удовлетворенности, чувство какого-то внутреннего умиления о том, что еще раз, еще раз пообщаться, еще раз посмотреть на эти красивые глаза, на эти ресницы, на эту лошадь, на эту лошадь, на ее поведение. То есть, ну, и вот это вот такая, такая любовь, да. Эй-я, золотые росы, ла-ла-ла, золотым коням. Эй-я, золотые росы, ла-ла-ла, золотым коням. Продолжение следует...